Число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 21 человека. Число пострадавших насчитывает более 40. Об этом сообщили в медицинских службах. Личность подозреваемого установили. Это студент колледжа. Следствие полагает, что студент расстрелял находившихся в колледже людей, затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали в убийство двух и более лиц. На площади перед Северским домом культуры состоялась траурная акция в память о погибших в результате трагедии в политехническом колледже в городе Керчь. Жители станицы, школьники, студенты, представители администрации казачества, духовенства, силовых структур и трудовых коллективов собрались вместе, чтобы почтить память невинных жертв и разделить боль утраты жителей, потерявших своих родных и близких в страшной трагедии. К импровизированному мемориалу станичники несли лампадки, цветы и детские игрушки. Нужно сделать вывод и нужно осмыслить, почему такое происходит. Почему человек, учащийся, берет бомбы, закладывает и взрывает, убивает своих ближних, тех, которые сидели за партами, своих учителей. Это беспрецедентно. Это феномен нашего времени. Феномен бездуховности, которые наполнены сердца очень многих людей, в том числе наших соотечественников. Мы должны это осмыслить и не только помолиться о упокоении тех, кто погиб, о здравии тех, которые нуждаются в нашей молитве и сейчас прибывают в больнице, реанимации. Мы должны обратить больше внимания на наше состояние, на наше общество, на тех, кто находится рядом. Трагедия, которая произошла 17 октября, еще раз доказала хрупкость мирской жизни и напомнила, что беспечность приводит к необратимым последствиям, в результате которых страдают невинные люди. Особенно больно и горько осознавать тот факт, что трагедия унесла жизнь детей. Когда надзорные органы нам говорят о безопасности, иногда все это воспринимается в штыки. Но как-то же он пронес эту винтовку или эту бомбу в эту столовую. Кто даже не доглядел, в это время кого-то на месте не было, к сожалению. На площади здесь стоят наши дети. Самое ценное, самое дорогое, что у нас есть. Не дай Бог, чтобы коснулась беда нашей семьи. Мы скорбим и сегодня вместе со всеми, со всей страной. В знак памяти о невинных жертвах страшной трагедии в небо выпущены белые шары. Похороны погибших в колледже начнутся завтра, 19 октября. Сейчас в Крыму объявлен трехдневный траур. Субтитры создавал DimaTorzok